Международный молодежно-образовательный форум Евразия стартует в Оренбурге 4 сентября. На подготовку остается около двух месяцев. Рабочая группа собралась в Доме Советов, чтобы обсудить вопросы организации масштабного события. Регистрация идет полным ходом. На сегодняшний момент по российским участникам заявок уже более 520. По иностранным участникам у нас заявок порядка 230. Есть две лидирующие страны. Это, конечно, ваш соседний Казахстан. И что для меня очень приятно, это Украина. Из европейских стран в сегодняшний момент есть заявки из Англии, есть из Франции. Часть из тех ребят, которые приедут сюда, это были участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Даже некоторые из них были в вашем городе в прошлом году, когда было так называемое региональное направление фестиваля. На Оренбургскую область подложены задачи по подбору волонтерского корпуса, по рекрутингу волонтеров. Подача заявок волонтерских на сайт завершена 30 июня. Среди изъявивших быть добровольцами не только оренбургцы, это представители 64 субъектов Российской Федерации и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы проводим собеседование, они уже проходят с 20 июня и до 20 июля мы каждый день ребята собеседуют по 28 человек в среднем. Собеседование может быть в двух вариантах. Это либо личное, если ребята находятся в городе, либо по телефону, скайпу или через какие-то мессенджеры. Ребята отвечают на типовые вопросы, рассказывают о своих компетенциях. В этом году заявки в волонтерский корпус направили более 600 человек. Конкурс составляет 4 человека на место. Ребята будут работать по 14 направлениям. Также в этом году к форуму присоединятся волонтеры-медики. И это не единственное нововведение. Самому старшему волонтеру, который подал заявку, 62 года. Это серебряные добровольцы, это направление у нас присутствует первый раз. Но я думаю, что серебряные добровольцы, они граждане активные, поэтому смогут привнести что-то новое. И профессионализм их уже, так как они все уже люди с высшим образованием, и может нам помочь сделать форум лучше. Участников форума ждут интересные культурные события, спортивные состязания, экскурсия по Оренбургской области. Но самой главной частью форума станет образовательная программа. Буквально две недели назад в Москве состоялось в инвестиционном совещании по подготовке образовательной программы, где мы сорвали всех партнеров, которые заинтересованы в том, чтобы они представили свои площадки во время проведения нашего форума. Мы сейчас программу корректируем для того, чтобы программа была и интересная, и насыщенная, и были затронуты все вопросы, касаемые развития евразийского пространства. Основной блок образовательной программы, как и положено, он состоит из панельной дискуссии, сессий, форцайт-сессий. Это наиболее рэперные вещи, которые собираются все участники форума, где мы ждем разных людей, которые интересны не только для российских участников, а интересны для иностранцев. В рамках проведения самого форума будут проходить министерские встречи, будут проходить подписания разных соглашений, которые, как показал 2016 год, имеют дальнейшую реализацию и помогают для взаимодействия на уровне молодежной политики разных стран. Это прекрасная возможность для молодых оренбургцев, даже не задействованных в форуме, обрести друзей, прикоснуться к международной образовательной повестке и оренбургшью, в общем-то, прославиться на весь мир.